Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Баням быть. Арендаторы начали ремонт котельной и обещают открыть комплекс на Семена Середы в этом году. Два теста на ковид для туристов и 10 тысяч рублей за победу. Расскажем об основных изменениях, которые ждут россиян в мае. Вторжение динозавров и живые тропические бабочки. В Рязани открылись сразу две уникальные выставки. На территории банного комплекса, расположенного на улице Семена Середы, стартовал масштабный ремонт. Сегодня рабочие начали реконструкцию котельной. Планы у арендаторов масштабные. Но пока что из-за всевозможных проверок и экспертиз проекта сроки открытия сдвигаются. Максим Васильев все посмотрел. Банный комплекс на улице Семена Середы, как говорят в таких случаях, вместо намоленное. Неудивительно, что его закрытие вызвало среди рязанцев небывалый резонанс. Впрочем, приостановка работы мера вынужденная, говорят сегодня в городской администрации. И призывают не верить слухам. Это советское наследие последний раз ремонтировали 15 лет назад. Да и то косметически. Газом здесь иногда пахло. Безопасностью нет. Это непосредственно горелки, которые нагревают камни в парилке. Как мы видим, они тоже без автоматики установлены. Специалисты ГУРГАЗ сказали, что данные горелки тоже нельзя использовать в дальнейшем. Ни при каком раскладе. Во-первых, отсутствие автоматической отключения газа у них. Во-вторых, они просто уже не соответствуются. По современным требованиям не проходят. По сути, это просто труба, в которой несколько отверстий, из которой идет газ. То есть они газовики как бы вычили, они у них посидел тут этот... Внутренний ремонт помещений не самая накладная часть проекта. Сложнее всего было согласовать его с газовиками и провести нужные экспертизы. Капитальный ремонт арендаторы начали с котельной. Решение вполне очевидное. Вот эти котлы-реликвии уже точно работать не будут. Им на смену установят современные агрегаты. Будут установлены новые современные котлы. Будет установлен новый редусирующий узел. И, соответственно, новая сеть газопотребления будет разведена по всему территории Бану-комплекса. Современные котлы уже с термическими теплообменниками будут. С дополнительными расширительными баками. Поэтому тут мощности будет хватать. Для жителей точно никакой угрозы не будет. Примерная математика капремонта 10 миллионов рублей. Львиная часть этих денег – новые котлы и проектосметная документация. После установки оборудования с внутренним ремонтом здесь пообещали не тянуть. И для самых привередливых оставить небольшой экскурс в советское прошлое. Как, например, вот эти гранитные тумбы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Два теста на коронавирусную инфекцию, а также победные 10 тысяч рублей. В мае россиян ждут эти и другие изменения. Подробнее о них расскажем прямо сейчас. Два теста на ковид должны будут сдать туристы, которые вернулись из-за границы. Причем интервал между двумя тестами должен быть минимум сутки. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора. Узнать результаты тестов можно будет на портале госуслуг. Другая важная тема мая – это доплаты к пенсиям. Их получат пилоты, штурманы, а также некоторые инженеры, механики, радисты, шахтеры и работники угольной промышленности. Ветераны Великой Отечественной войны вместе с пенсией получат и 10 тысяч рублей дополнительно. А вот работающие пенсионеры смогут перейти с удаленки на обычный режим работы. Теперь работодатель выбирает режим работы для категории работников 65+. Удаленка стала лишь рекомендацией. Еще одно важное изменение мая – проезд в общественном транспорте. В соцсетях то и дело появлялась информация о том, что водители маршруток высаживают школьников без билета. Теперь за такое будет грозить штраф – 5 тысяч рублей. Кондуктор или контролер в общественном транспорте лишится от 20 до 30 тысяч рублей. Правда, есть важное «но». Если ребенок едет со взрослыми и оба отказываются оплачивать проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке. Еще одно изменение для водителей. Привычно увеличился штраф. В этот раз за проезд по железнодорожным путям, когда шлагбаум закрыт или закрывается, или горит красный свет. Если водитель выживет, то он заплатит 5 тысяч рублей. Также его могут лишить прав на срок от 3 месяцев до полугода. Другие майские изменения касаются легкого доступа на портал госуслуги, купли и продажи машину с пробегом через этот сервис и онлайн получения налоговых вычетов. А самое главное изменение мая – это длинные майские праздники. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, россияне будут отдыхать также с 4 по 7 мая с сохранением заработниками заработной платы. Валерий Седов, телекомпания «Город». Обладатели значков ГТО смогут рассчитывать на скидки в ДОСАВ, в частности на обучение вождению. Соглашение об этом региональное Минспорта и общество содействия армии, авиации и флота подпишут в ближайшее время. Об этом журналистам заявил председатель регионального отделения ДОСАВ в Рязанской области Сергей Казаков. Следующий год юбилейный не только для общества, но и для всероссийского комплекса ГТО. Какие мероприятия запланированы, расскажет Максим Васильев. Золото, серебро и бронза – главные спортивные регалии. Призеры соревнований, как известно, всегда получали преференции. Вот и на этот раз ДОСАВ решил сработать в связке с комплексом ГТО и всем обладателям значков сделать своеобразный подарок. Эта акция у нас будет подписано чуть позже, но уже участники этой акции, все, кто сдаст на значки ГТО золотой, серебряной и бронзой, могут спокойно приходить по этим скидкам к нам. 95 лет ДОСАВ и 90 ГТО. Даты юбилейные. Их значимость в Рязани отметят автопробегом до поселка Шилово. В каждой промежуточной точке маршрута у всех желающих будет возможность проявить себя в нормах ГТО. Бег на 60 метров, подтягивания, отжимания, прыжок в длину с места. Дисциплины вполне обычные даже для школьников. Все это пойдет в зачет Дня призывника, но будет и еще кое-что. В этом году уроженцу Шиловского района Николаю Васильевичу Старкову посвящается. И она будет стоять в том, что в рамках нашего автопробега, помимо сдачи школьниками норм ГТО, будут приниматься еще зачеты по военному дисциплину. В частности, это будет сборка-отборка автомата Калашникова, исторический тест названия биографии ДОСАВ и биографии Николая Васильевича Старкова. От каждого муниципалитета по команде 10 десятиклассников. Форма одежды спортивная, просит еще, конечно, и парадную для награждения, но это для самых уверенных. Максим Васильев, телекомпания «Город». Заболеваемость у РВИ ниже эпидпорога на 40%. Врачи говорят, что статистика хорошая, вспышки заболеваемости не было. При этом чаще всего за эти сезоны болеют именно дети. Стоит ли бояться вспышки у РВИ? На этот вопрос сейчас постараемся ответить. Вспышки эпидемии гриппа в этом году не было, говорят врачи. Количество заболевших с прошлым годом не сравнится. Свою роль тут сыграли противоэпидемиологические мероприятия. Если по области сейчас ниже показателя эпидситуации на 31,6%, то у нас то же самое. В общем-то, зафиксированных заболеваний гриппа в настоящее время нет. В основном болеют дети. Если вы обнаружили у себя первые признаки заболевания у РВИ, то следует обратиться к врачу. В идеале вызвать его на дом, советуют специалисты. Дальнейшее лечение выпишет уже медработник. Другой важный вопрос – это профилактика гриппа. Для этого нужно укреплять иммунитет, говорят врачи. Должен быть ночной сон не менее 7-8 часов ночью. Человек должен вставать и высыпаться. Сейчас весна. Время выйти на улицу и очень активно начать заниматься спортом. Велосипед, ходьба в высшем темпе, бег может быть. Общий совет – это выйти из помещения на улицу. Так человек получит витамин D, столь необходимый для повышения иммунитета. Свой рацион можно разнообразить овощным салатом с чесноком или луком, а чай лучше пить с лимоном. Цитрусовые тоже повышают иммунитет. А ближе к осени опять начнется прививочная кампания. И тут встает важный вопрос – можно ли делать две прививки – от гриппа и от ковид. На него ответили врачи. Надо прививаться как от одного, так и от другого заболевания. И когда будет вакцинация от гриппа, я думаю, что у нас будет много желающих вакцинировать. Самое главное, чтобы между этими прививками прошло около месяца, не менее месяца. Врачи говорят, что пока до конца не изучено, усугубляет ли ковид симптомы гриппа. И наоборот. Поэтому стоит придерживаться противоэпидемиологических мероприятий. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В Рязани открылись сразу две уникальные выставки – вторжение динозавров и живые тропические бабочки. Олеся Котровская их посетила, и у нее есть что рассказать рязанцам разных возрастов. Один взмах крыльев, и мир вокруг уже никогда не будет прежним. Более 150 крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут вас в тропический рай. Вот эта бабочка-павлиноглазка «Атлас». Она считается одной из самых крупных в мире. Мне очень понравились бабочки. Мне очень понравилась бабочка большой павлини-глаз. Она очень большая и красивая. Здесь больше всего понравилось, как бабочки летают с тремя глазками. А это одна из самых ярких и красивых бабочек в мире – Морфа. Главный секрет ее красоты в особом строении – чешуек, каждая из которых имеет форму линзы. Из-за цветовых эффектов крылья бабочки имеют металлический блеск, который то усиливается, то гаснет, буквально зачаровывая посетителей. Спасибо. А какая больше всего бабочка понравилась? Золотая даже и черная. Хотела бы изучить бабочек? Ну да. Но увижу бабочку и узнаю, что за бабочка. Всего на выставке больше 150 таких красавиц. Это и коллега бабочка-сова, и парусник, и золотая птица-крылка. А еще здесь можно увидеть настоящее чудо, как бабочки появляются на свет. Какая-то нежность в ребенке посыпается к братьям нашим меньшим. Очень трепетные отношения, и это все-таки важно в формировании общей личности ребенка. Конечно, мы шли за эмоциями сюда, пришли, вот уже, наверное, больше часа не можем уйти, потому что что-то на себя новое открываем. Помимо живых тропических бабочек, в зале напротив работает интерактивная выставка вторжений динозавров. Оживших обитателей юрского периода здесь 20. На некоторых из них можно даже прокатиться, несмотря на их грозный рык. А еще для детей здесь создано немало аттракционов. Каждый здесь найдет развлечение на свой вкус. Кубы и американские горки. Кубы, потому что там надо сюда мечами резать, а американские горки, потому что, ну, это как праздник кататься. Мне очень понравились динозавры. Я, наконец-то, увидела их вживую, и теперь знаю, как они называются. В школе пригодится. У меня внучка учится во втором классе. Ей очень нравится. Я вообще в восторге. Я думаю, что это как бы и взрослым, и детям. Ну, взрослым интересно, а детям интересно, наверное, вдвойне. Выставки «Живые тропические бабочки» и вторжений динозавров будут работать в торговом центре «Премьер» до 16 мая с 11 утра до 8 часов вечера. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова